Клематисы это одно из растений, которое создает неповторимую красоту, создает вертикали цветущие. Такие стены, которые просто роскошно закрывают пространство. В то же время клематисы можно выращивать как и почвопокровное растение. Они достаточно неприхотливы, живут в наших климатических условиях совершенно беспроблемно. И особенно, то есть это есть по группам обрезки мы поговорим, те которые совершенно беспроблемные. Но первые это княжики, те которые, то есть вы когда в лес заходили, то видели вот такой клематис, который на третьей картиночке. То есть в серединке с голубым таким колокольчиком рядышком, это тоже клематисы, это горные клематисы. И вот такие сибирские княжики у нас растут, сейчас не знаю, но вот в лесу, как-то в детстве мы гуляли по лесу, они растут прямо в тайге. Целые заросли таких клематисов, то есть совершенно неприхотливые ежегодно начинают цепляться за другие растения, за кусты и разрастаются. Но нам хочется, конечно, у всех у нас есть ломонос беленький, да, такой, который мы срезаем, неприхотливый совершенно, насевается сам. Но нам хочется красоты. Хочется красоты, чтобы диаметр у этого растения может быть 3 см, 5 см, 8 см, 10 см, 15 см, 20 см, 18 см. Вот представьте, такая чашка, такое блюдце, которое цветет, но я очень люблю клематисы, которые диаметром 6 см, цветочки. С одной стороны кажется мелкоцветковые, но с другой стороны листьев не видно, стоит 2-х метровая стена, полностью усыпанная цветами. То есть неприхотливые начинаются цветения с июня и до октября. То есть есть группы, вот третья группа обрезки, это тогда клематисы супер неприхотливые, такие как Арабелла. Я покажу вам сегодня эти фотографии. И чем они хороши? Они растут на... То есть единственное условие, которое они не любят, они не любят подмакание. То есть нам же хочется их посадить возле беседки или особенно возле террасы, возле крыльца. Мы их высаживаем, но не учитываем то, что с крыши течет вода. И когда с крыши течет вода, то есть и талые воды, то это растение больше вымокает. Что еще ему не нравится? Ему не нравится сидеть, например, возле березы или возле яблони, очень близко в метре от нее, или в полметре, или в полметре от куста смородины. Но я могу сказать, что у меня сидит прямо в кусту смородины мой клематис. Уже 4 года или 5. И совершенно... Значит, некоторые... То есть эти клематисы я уже убрала. Клематисы достаточно такая интересная культура. То есть мы можем их повредить, когда растения, допустим, посадили. У нас есть родственники, которые видят, что какая-то трава растет, вырвали. Или наступили, или еще есть собаки, наши любимцы, которые тоже могут наступить. Есть газонокосилки, и мы срезали. И мы думаем, что это растение пропало. Оно настолько живучее, я вам расскажу одну историю. Очень живучее. Оно может 2 года сидеть в земле, или 3, и не подавать признаков жизни. Поэтому не торопитесь их выбрасывать, у них есть спящие почечки, и оно пойдет расти. В свое время, лет 10 назад, я получила несколько растений вместе со своей знакомой, клематисом. Ну и она мне говорит так. Слушай, у меня денег сегодня нет, ты оплати. Я эти растения возьму, в своем магазине продам, а потом денежку тебе верну. В моем магазине температура была ночью плюс 4, днем плюс 12. Вот так мы работали под лестницей на вокзале в метро. И мои растения великолепно себя чувствовали. А у нее в магазине было плюс 25, клематисы стояли, они были в торфе, они все высохли, она приходит, какой-то материал нехороший. В общем так, я денег платить не буду, я тебе все это дело отдаю. Ну и ладно. Я приношу домой, а там просто сухари. На них и корни сухие, и стебли сухие. Мама мне говорит, да выброси в компост, то есть уже как бы нет никаких признаков жизни. А мне как-то жалко, все живое. Я взяла под куст смородин, разложила. И присыпала компостом сверху, то есть никакой посадочной ямы не делала, присыпала сверху компостом. И периодически поливала. Ну на второй год ничего не было, на третий, то есть вот в первый год ничего не было, никаких признаков жизни. На второй год ожило одно растение, на третий год еще несколько, и в результате все 10 клематисов все ожили. На третий, четвертый год. До сих пор я их потихоньку откапываю, там же мульча под смородиной, я откапываю, убираю, тот кто, и пересаживаю на другое место. Поэтому, когда у вас что-то с клематисом случилось, не переживайте, не трогайте, и самое главное весной не копайтесь. И теперь посмотрим, какие же они бывают красавцы. Это голубой ангел, нежный голубой цветок, диаметр до 6-8 сантиметров, очень роскошный, до 2 метров цветущий. Один из самых неприхотливых розовых сортов, это хэль гибрид. То есть очень интересный, неприхотливый сорт. Солидарность яркая. Я вам по основному показываю третью группу обрезки, которая в нашем климате великолепно растет. Мы поговорим об обрезке. Стасик. Он может быть на фотографиях красноватого цвета, но он больше с сиреневым оттенком, очень яркий, блестящий. Такой цветок, тучка российской селекции, очень нарядный. Удивительной красоты растение. Камтес де Бушо. Такой тоже нежно-сиреневый. Хания. Это второй группы обрезки, то есть сохраняет в сантиметрах 50, побегов 30-50. Ну, великолепно себя показала. Растет отлично. Альба, значит, такой с некрупной цветочки, 4 сантиметра, и у нее зеленые мазкина на краях. То есть необычный такой редкий климатис. Жакмани. Вот каждый, то есть если не знаете, что посадить, и первый раз что-то попробовать, посадите жакмани или вильделеон. То есть вильделеон будет розового цвета, а жакмани будет серебряный. Никогда не прогадаете, цветок много. Урожайные, урожайные, но цветы. Цветущие безумно. Вот просто цветение андромеда. Значит, этот цветок диаметром где-то сантиметров 10-12-15 может быть, с красивой звездой. Если сохраните побеги второго года побольше, то там будут еще и махровые цветы на них. Пилу. На многих фотографиях это растение махровое. Махровым оно будет на побегах прошлого года, не махровым на побегах текущего года. Варшавская Найк. То есть это Варшавская ночь. Отличное, красивое растение с такой блестящей, переливающей, знаете, вот бархат. Помните такой бархатные шторы были в 50-х, 60-х годах? Я знаю, что у моей тетки висели такие бархатные, вот такого же цвета. Удивительный, с глубоким тоном. Польша спирит. Тоже третья группа обрезки, буйство. Среневато-синеватое тона. Синего у нас в плоду очень мало. Да, конечно. Королева ядвига. То есть чем еще отличаются клематисы? Они отличаются еще красивыми тычинками. У них бывают белые, кремоватые, коричневые, красные, красновато-бордовые тычинки. И вот эти тычиночки, ну просто великолепно. Синяя птица, синяя пламя. Вот я вам говорила, что я люблю мелочь, вот эту маленькую, 5-6 сантиметров. Вот это вот такой, как снег Арабелла, с таким голубоватым, голубовато-синеватым, нежное, просто облако цветущее. Утопия. Цветение с июня по октябрь. Тоже третья группа обрезки. Сильная. Текса. Этот клематис похож на джинсы. Вы знаете, цвет цветов, это как вот джинсы с этими, с такими прожилочками. То есть вот сама листва, ну просто великолепно. Лепестков. Удивительная красота. Когда первый раз его лет 5 увидела в Питере, я поставила себе задачу, что вот этот клематис у меня будет расти в моем саду. Текса. Текса. Удивительная расцветка. Вот здесь, может быть, не совсем видно, но каждый лепесточек, как вот, как черточками из пищи. Очень люблю княжики. Столбик голуб. У этого княжика, то есть это первая группа обрезки, то есть неприхотливые клематисы, которые зимуют практически без укрытия. Многие садоводы перестали снимать их с опор, с заборов. То есть они у них растут, они становятся такими деревянными, цветут в первой половине, значит, сроки цветения у них апрель-май и второе в июле-августе. В июне редко бывает, но это от погоды зависит, то есть цветут месяца полтора-два. Потом у них такие пушистые шарики, у этих клематисов, то есть тоже украшают, и осенью может быть второе цветение. Но у этого сорта еще удивительная окраса листва. То есть она весь сезон стоит такой лимонно-желтый цвет. Ян Павел II. Это клематис второй группы обрезки, но он отличается тем, что он удивительно цветет точно так же, начиная с конца мая и до сентября. Крупными цветами. Юлька. У кого есть внучки, дочки, ну обязательно. Это как я посадила флоксы со всеми именами моих детей. То есть, ну как без такого растения можно жить? Чем она хороша? У нее получается, значит, вторая группа обрезки, но она так же неприхотлива, как и третья группа обрезки. То есть есть клематисы второй группы обрезки, мы их даже не рассматриваем, не заказываем, я сегодня вам покажу. Хотя соблазнов миллион, когда мы не знали, насколько они себя ведут. Ну вот, например, такое растение, сорт клематиса, как сейчас скажу, Вероника Чойс. Ну посадили мы ее, ну два года подождали. Ну за все лето увидели один цветок махровый, ну выкопала я ее и убрала. Ну зачем занимать место, потому что клематис занимает место где-то, ну в диаметре до метра может занимать, и высотой 2 метра. Ну не стала я ждать, потому что я знаю, у кого он у тебя и 5 лет растет. То же самое, поэтому не стоит. Ну вот единственный клематис, ну два их. Вот мазори, третьей группой обрезки, махровый цветок, который мощный, сильный, и он цветет на побегах текущего года. И он нарастает великолепно и ведет себя хорошо. Поэтому зачем занимать время теми растениями, ну хочется. Я, например, сейчас буду высаживать в горшки такие, как клены плантановидные, выставлять в горшки и потом убирать их в хранилище. Ну повожусь, интересно, красивые просто листья. Ну а если такие неприхотливые, то есть кому-то хочется повозиться, ну ради бога, можно и высаживать махровые другие. И очень интересные, то есть сейчас у меня не сформировано по княжикам, но вот отдельно посмотрите еще Мадвилл Хилл или Халл. То есть у него очень красивый махровый колокольчик и тоже неприхотливый, значит, из клематисов. Безумно из белых клематисов, люблю клематис токи. Чем он хорош? Это японская селекция, выше полутора метров это растение не растет в наших условиях. Растет у меня уже несколько лет этот клематис. У него диаметр цветка достаточно большой, где-то сантиметров 12-15. Такая большая чашка блюдца. Зацветает один из первых и отцветает тоже последним. То есть очень неприхотлив, огромное облако. Я делаю так, высокорослые клематисы сажу на заднем плане, токи на переднем. То есть он закрывает все эти ноги и такая белая красивая цветущая стена. И безумно влюблена в махровый клематис, который называется Пурпурия плена элеганс. Пурпурия плена элеганс. Плена это махровый и такой элеганс. Первый опыт у меня было знакомство с этим растением. Высадила, расцвело в первый год несколько цветочков, но я не обращала на них внимания. На второй год расцвело еще одну цветочков 30-40-50. То есть такое растение было с голыми корнями. И подруге говорю, знаешь что, если на следующий год оно будет такое же красивое, то я могу тебе его задарить, если хочешь. И как-то, ну подруга согласилась, и как-то она до июня месяца не пришла на третий год жизни этого растения. И вы можете представить, виноградная яма. Возле виноградной ямы натянуты проволочки. Значит, растение выдало побеги длиной 2,5-3 метра. И на всем этом растении цветов было более 400. Похожие они, знаете, как застиранные джинсы, такие, как мама мне говорит. Но они лепестки, то есть бордового цвета, но выцветшие немножко. И серединка яркая. То есть серединка закрытая, вот выцветшая. Она не распустившись таким стироватым налетом. Но общая масса и неприхотливость этого растения, то есть я его ни за какие деньги, ни за что не поменяю и из сада не уберу. Пурпурия, плена, элеганс. Третья группа обрезки. Диаметр цветка в сантиметрах 5. Цветет и цветет, начинает с июня и заканчивает в октябре. Морозы минус 7, минус 10, а он цветет. То есть на следующий день будет плюс 1, и он будет продолжать цвести. Безумно люблю. Вот это вильдельон. Диаметр 6 сантиметров для новичков неприхотлив. Клематисы могут быть всевозможных. Вот таких расцветок. То есть там вот с ярким таким звездчатым пятном веноза. Вот такие махровые клематисы. Ну вот не стало у меня. Это польский сорт. Даже не знаю. То есть не стал жить. Вот эти все клематисы. То есть они хороши, красивы. Название говорить не буду. Все перепробовали. Ну дают 2-3 цветочка. То есть можно соблазниться его красотой. Если кто-то коллекционер и хочется иметь один цветок, ну пожалуйста. Жозефина. То есть вот мультиблю. У него более лохматая такая серединка. Менее махровый. Здесь удачная фотография. То есть он больше... Серединка будет более пушистая у него. Цветет махровым на побегах прошлого года. На побегах текущего года полумахровый. Ну вот такого хочется. Тоже 2-3 цветочка. Ну вот я вам... Вот так Ян Павел II цветет в моей смородине. То есть когда мы говорим, что от куста нужно посадить подальше, только куст к кусту разница. Если у вас будет бедная почва под кустом, то растение явно будет страдать. Если возле этого куста, то есть у меня примерно по полметра роскошного компоста под смородиной, и ясно, что клематису там... Ну каждый год мульча и сияние, мульча и сияние. И там просто вот так рука проваливается. Когда я выкапывала клематисы в корешочки, просто руками все это разбирается. И вот так они... Ну и сейчас я не убираю. Клематис разрастается, смородине не мешает. Там у меня еще и княжики. Там осталось у меня 3 клематиса вокруг куста растет. Куст достаточно большой. И можете представить, что смородина служит опорой моему кусту. Ну вот так. Можно? Можно? Да. С кем любят расти клематисы? Они любят расти с розами. То есть великолепные партнеры. Можно высаживать их с разными культурами, лилиями. Я люблю подбирать клематису всегда компаньонов, сходных по цвету, либо оттеняющих, либо показывающих красоту. В нашем парке мы высадим сортов 40 клематисов минимум. Для того, чтобы вы увидели вживую, какие они красивые. И о том, что это растение неприхотливое, не надо его бояться. Клематис растет на одном месте 20-30 лет. Поэтому изначально ему нужно приготовить яму, хорошую посадочную. В этом году, когда мы высаживали на демонстрационной площадке участки клематисы, то у садоводов был первый вопрос. А это под что яма? Так как у нас очень плотный глинистый грунт, на котором стоит вода, плюс 40 см привозного грунта, который я называю пластилин, а не грунт, на котором просто ничего не растет. Поэтому диаметр ямы желательно сделать 60 см. Значит, 60 см на 60 см. Ямы 60 см на 60 см, можно на 80 см. Это будет достаточно. Так как у меня диаметр ямы был 40 см всего узкий, то есть там не помещались растения, то есть близкая была очень посадка, и на газоне не хотелось очень большую лунку делать, то я сделала глубиной ямы, выкопали метр. То есть 40 см, то есть объем почвы должен соответствовать корешкам, нужно куда-то... И когда мои садоводы видели глубину ямы посадочной для клематиса метр, они спрашивали, а это кто здесь будет расти? И обычно садоводы что делают? Они выкопали такую ямку в несколько лопаток, посадили по поверхности почвы, хорошей земли принесли, посадили в клематис, и он пророс и процвел 2-3 года, и потом отказывается цвести. Он съел все то питание, которое было в этой лунке, дальше в плотную почву корни не хотят идти сильно, а корни у него будут как веревки, им надо где-то, ну вот палец толщиной, корневая система, лет через 6 вы увидите, если будете раскапывать эти растения, они такие длинные, бело-желтые, такие с коричневым оттенком, и просто питания не будет, и оно очень требовательно, это растение к питанию, и цветение будет очень слабо, скудно, и вы будете просто разочаровываться. Поэтому для того, чтобы мое растение росло на одном месте лет 30, я выкапываю изначально хорошие ямы, ну минимум 60 см ширины в диаметрах, и сантиметров 80 глубина. Так как клематисы не любят замокания, поэтому желательно на дно насыпать, ну раз, ну на 30 лет вы садите растение, ну можно же один раз посадить. Не сможете весной сделать такую яму, посадите его в горшочек, а потом высадите уже, когда сможете выкопать такую яму, будет время уже высадить в грунт. Дальше. На дно обязательно дренаж. Следующее. Подготовили хорошую компостную почву, можно добавить, значит, перепревшие листья, компост и обязательно золы. На ведро грунта минимум полстакана золы. То есть клематис не будет расти в кислой почве. Никаких опилок туда не надо. Это вот для голубики мы всю кислую почву приготовим. А клематису обязательно нужна щелочная почва. В кислой почве клематис цвести не будет. То есть цветения не будет. Второе. Так как корни залегают у него глубоко, значит, что мы делаем? Еще есть такое. То есть у нас саженцы бывают с открытой корневой системой. И с закрытой корневой системой. С открытой корневой системой все достаточно просто. Значит, мы с открытыми корнями все достаточно легко. Мы, значит, разложили вокруг посадочной лунки, то есть сделали холмик и разложили корешочки. С открытыми корнями, казалось бы, все должно быть достаточно просто, но есть одно «но». Вы слышали такое, что вот когда растение растет в горшке, у него оплетается, то есть по кругу корешочки. И если ваше растение, вот как оно росло в горшке, и часто в магазинах, и когда покупают, и мы раньше так и делали, просто высаживаешь в лунку, вот нерасправленный ваш горшочек, корешочки, и растение от этого хуже растет, либо не развивается. Год назад у нас была очень такая интересная история. У нас есть наш сотрудник, Галина Николаевна, которая безумно любит растения, и она купила 7 новых клематисов в 2-литровых горшках. Ну что, представьте, там 2 литра грунта, почему бы их не посадить сразу. Подготовила лунки, выкопала, за вечер все это посадила, успокоилась. Оно начало цвести, все хорошо. На следующий год клематисы распустились и начали подвидать. Но у них есть еще такой товарищ, который мешает расти растениям, это собачки. Не один, их много. Но она решила, что какие-то собачки подъели, поругалась на них, выкапывает растения, все корни целые, никто не подъел. Только удивительная картина. Корневая система, как была в этом закрученном состоянии, она никуда не ушла. И корни начали расти внутрь куста. То есть практически в хорошей почве сидит растение, но так как не расправлены были корешочки и не было сделано направления растения, то оно было голодным. И оно начало увядать. Что сделали? Замочили, расправили корешочки, посадили по правилам, обрезали верх, он все равно увядает. И через недельку растение начало выдавать новые побеги, начало расти, прижилось и активно начало расти. Хотя до этого росло целый год. Поэтому при посадке надо учитывать следующее. Клематис очень быстро растущее растение. За один день оно вырастает на 10-15 сантиметров. Поэтому, когда вы высаживаете маленькое растение, вы не думайте о том, что я когда-нибудь потом поставлю ему опору. Оно не любит ветров. И у него есть еще такая особенность у этого растения. То есть, чтобы растение хорошо росло, можно знать основы, а очень важно знать нюансы. Основы вроде везде расписаны, все мы знаем, но вот на этих нюансах есть такие ошибки. Значит, что происходит? Оно достаточно хрупкое. Вот когда оно растет у вас, климатисы иногда поступают в феврале, в марте, в апреле. Хорошо, когда в мае. Но если вдруг у вас появился такой редкий сорт, вы не смогли пройти мимо, и в марте месяце у вас появился такой любимый товарищ на подоконнике, не жалейте его и стригите его на уровне 20-30 сантиметров. Вот оно растет, оно может вам выдавать лиану, буквально за неделю она может метр-полтора вырасти. Стригите его на уровне 20 сантиметров. Для чего? Когда вы его повезете на участок, есть такая большая вероятность, что оно обломится внутри. У него верхний стебель такой вот уже жесткий, то есть такой коричневый, а внутри очень хрупкая такая масса. То есть росточек сам внутри очень хрупкий. Если вы климатис кожицу немножко уберете, вы увидите, что там очень хрупко. И когда на ветру ваше растение растет, или когда вы его везете, то есть верх целый, а внутри надломилась вот эта хрупкая часть, значит питательное вещество и этот стебелек может засохнуть. Один побег засох, второй побег засох, и вы не знаете причину, а причина того, что он на ветру просто колышется. Поэтому как только вы посадили даже маленькое растение, вы поставьте ему опору и привяжите. Без опоры оно не любит жить. И второе, оно должно расти на защищенном от ветра месте. Что еще нужно учитывать при посадке? Учитывать при посадке нужно то, где вы будете любоваться, с какой стороны, смотря на ваше растение. Если вы посадили, допустим, розы, еще другие кусты, вы всегда увидите, вот они красивые растут. Климатер же ходит цветок за солнышком. Вот солнышко распустилось, встало, и цветочек пошел крутиться за солнышком. И иногда днем, вот весь день светит солнце, допустим, и вы посадили, и южная сторона в той стороне, и ваши соседи будут любоваться вашим растением. Поэтому вам нужно определить, где вы, с какой стороны хотите видеть этот куст цветущий. Опоры бывают разные, они бывают веерные, бывают жесткие, только, пожалуйста, хочу обратить внимание, если, ну вот, в продаже бывают опоры, которые, такие тонкие, арочки, китайские. Видели? Значит, я хочу вам сказать, что это одноразовая конструкция, которую ваши растения, либо, дай бог, чтобы вам хватило до конца сезона, потому что не стоит обольщаться, в зиму вообще оставлять нельзя, это все разрушится, там очень тонкий металл. Поэтому опоры могут сделать, вы можете какие-то металлические трубы, бетонировать, либо поставить что-то жесткое, либо деревянное. Сейчас продаются разные сетки, пластиковые, такие жесткие. Самое главное, чтобы опора была очень жесткая, выдержала всю эту массу. Вы к этой опоре, значит, есть еще, сейчас скажу, как это называется, электрические хомуты. Завязали, натянули, кого-то попросили, завязали хомутами, и опору вы можете не снимать, и клематис просто обрезать. Я вот пурпурью плен элеганс вообще не обрезаю, и не прикрываю, ничего с ним делаю, об укрытии мы еще поговорим. И весной, сколько там выжило, я просто срезаю, отдираю весной лишнее, и все. И на опоре, то есть, если опоры не будет, клематис просто будет заваливаться, и развиваться не будет. Ну вот, вот столько занимает место одно растение, если оно посажено в хороших условиях. То есть, это может быть возле забора, возле, то есть, задней стороны ваших цветников. Это может защищать вашу беседку. Ну, единственное, чтобы с беседки не падало. Можно делать разные, очень интересные бывают. То есть, вот столб такой, а сверху приварен круг, или колесо какое-то сделали. Вы посадили клематис, спустили, и он спускается вот в такой красивой башне. Можно сделать обелиски металлические, и внутрь посадить клематис. Можно украсить им свой забор, такую входную зону сделать красивую. Ну вот здесь нужно обеспечить ему такое, чтобы его не заливало по весне. То есть, сток воды должен направлен быть в другую сторону. Ну вот это, это у нас в Красноярске, у них там снега практически нет, мороза также бывает до 40. То есть, это очень морозостойчивые растения. То есть, они, можно, очень хорошо это сочетается с разными почвопокровными растениями, интересными ножки, нужно привить. Ну вот здесь вот два куста растет вместе. Оббивает. Ну, представьте, такая арочка. Можно, можно. Тем, у кого близко грунтовые воды. Я хочу сказать, что клематис может расти у каждого человека, который это захочет. У кого близко грунтовые воды, у кого бывает на скалах вообще. То есть, там невозможно выкопать лунку метр или там 80 сантиметров. Есть балконы, есть комнаты. Клематис может нужно выращивать и как балконное растение. Ну, естественно, убирать в хранилище на зиму. Ему нужно отдохнуть, а весной оно опять начинает добавить почву и весной опять начинает расти. Цветения такого суперобильного нет, но все равно. Я хочу вам показать то устройство, очень простое. Это вот на участке мы посадили, сделали такие арки. Использовали буквально доска 50-ка. Было использовано две доски вместе для одной арки и с другой стороны две доски вместе. И одна доска аккуратно срезана красиво сверху. Прикручена обычными саморезами. Это является опорой для клематисов. Значит, возле каждой вот этой опоры выкопана была лунка метр. И выслужим, насыпан хороший плодородный грунт и немного в заглублении на 10 см, 15 см выслужены были клематисы. Вот они. Дальше что мы сделали? Есть такие в магазинах значит, такой опор, такие колечки, которые тоже на саморезах вкручиваются. И, значит, есть стальной трос, который стал репом, таким, которым закручивается. Тросик обернули и вот так вот клематис везде, то есть по верху, по низу, с одной стороны и с другой. И получается клематис спустили с двух сторон, то есть он обвивает арочку. И вот он уже к августу месяца начинал обвивать. То есть я 15-13 июля высаживала клематисы и все, они начали обвивать уже арки. На следующий год там должно быть уже хорошее цветение. должно быть. Клематисы любят расти с розами. Мы сегодня поговорим о подкормках, как их поливать. Любят расти с розами, это хорошая такая парочка. Можно хвойные растения рядышком с ними высаживать, мошевельники, децентры, гельфиниумы. Теперь по пахару. Значит, шпалеры устанавливаем с востока на запад. Высаживаем на самом солнечном месте. Ну, то есть можно на втором плане ветер исключаем и отсутствие застой воды. Хороший снежный покров. Ну, снежный покров, ну, сантиметров хотя бы 30-40. Должно быть снега над вашим растением. Большинство садоводов укутывают клематисы, и они у них точно так же, как розы с апреля. Так как это растение, то есть первое, мы заглубляем, вот смотрите, у него есть, если мы посмотрим на левую фотографию, то есть как у любого растения есть корневая система и то место, откуда растет побег. Это называется корневая шейка. Вот я уже много лет сажу клематисы, заглубляя сантиметров на 10 минимум, 15, а то и 20, заглубляя от уровня почвы. По какой причине? Вот представьте, если мы сделали луночку, вы сделали посадочную яму, сделали лунку там в яме, посадили ваш клематис, и вдруг что-то, допустим, ну, любой год, и не заглубили его, то есть у вас корневая шейка находится на поверхности почвы. Наступили ли вы? Причин может быть миллион. Замерз, подпрел, сгорел, ветром оторвало, все, у вас корень, то есть от корня оторвалась корневая шейка, от корневой шейки оторвался один побег, который был, и у вас дальше почек возобновлений нет. Вам нужно садить следующее растение, то есть другое. Может быть, там проснутся спящие почки на корнях, такое тоже бывает. Но если у вас ваше растение заглублено хотя бы на 15 или 20 сантиметров, что произойдет? Во-первых, в каждом междоузле появятся дополнительные корни, то есть клематис перейдет еще на дополнительные корни. Второе, из каждого междоузля вырастет море побега. Если вдруг что-то с верхней почкой случится, которая на поверхности почвы, у вас останется всегда в запасе 2, 3, 4, 5 почек. И все будет активно и хорошо развиваться. То есть, если, я уже говорила, растение у вас, обязательно дренаж внизу, если растение у вас с открытыми корешочками, вы делаете горочку и расправляете аккуратно корешочки. Корешки ни в коем случае не должны быть загнутые. У вашего растения, то есть у него такие, нет практически всасывающих корней, я сильно не видела, то есть такие плотные желтоватые корни, но бывают темные коричневые. Все темные коричневые корешочки вы обрезаете и большие корни можно подрезать, то есть вот немножко оживить как бы срез для того, чтобы образовывались дополнительные корешочки. Насыпали. Почва должна быть очень плодородной. И сверху, теперь по поводу, то есть вы высаживаете в приямок ваше растение. Высадили и дальше высадили растение в приямок и растение начинает развиваться. Если вы сразу присыпите эти 20 сантиметров или 15 приямка, растение будет очень медленно в первый год развиваться, потому что температура почвы будет очень холодная. Значит, обычно я где-то жду, чтобы растение моё выросло сантиметров 20-30-40, нарастает, обязательно его прищипываю в первый год, не даю сильно разрастаться вверх. И дальше, начиная с августа месяца, каждую недельку понемножку подсыпаю грунт к нему. Но подсыпаю не просто грунт, а видите, жёлтенький такой квадратик прямо на самом стебле. Это пластиковая бутылка, разрезанный такой цилиндр, отрезан вверх и низ бутылки и поперёк разрезана ещё бутылка, повдоль. Выставляется такой цилиндр и в этот цилиндр вы насыпаете понемножку песка. То есть, вот сколько подсыпали грунта вокруг бутылки, например, 2-3 сантиметра и песочка 2-3 сантиметра. На следующую недельку опять песочек и вокруг грунт. И когда бутылка заполнена вот это 15-20 сантиметров до уровня почвы и вокруг тоже уже нет вот этой вот лунки. То есть, вы её поставили в, то есть, допустим, в мае месяце или в июне вы высадили ваше растение. В конце августа, в начале сентября вы можете подсыпать, ну это в первый год посадки, вы можете подсыпать песочек и грунт вокруг. Зачем песок вокруг стебля? Климатисы подвержены грибным проблемам. Чтобы корневая шеечка не подгнивала, то есть, они не любят застоя влаги, и поэтому как лилиям, так и клематисом, я нашла, например, такое применение, как песок, защита. И если вы просто без бутылки насыпаете песок, то есть, насыпали песок, насыпали грунт, всё это смешалось. То есть, вот, очень сложно. А бутылка отделяет. Когда полностью уже грунт засыпали в лунку, её засыпали до конца, уже в сентябре, вы просто, там же разрезан у вас цилиндр, вы просто его раз, легко, и вытаскиваете. И у вас остался в грунте вот такой столбик песка. То есть, это способствует тому, что всегда корневая шеечка сухая, то есть, песок просыхает достаточно быстро. И второе, вокруг стебля не образуется вот этого замокания, и нет загнивания. И растение развивается достаточно хорошо. Теперь посадка. Посмотрите. Значит, вот корневая шейка. То есть, она может быть у кого-то вверху, то есть, это неправильная посадка, по уровню почвы ее не желательно садить, и желательно вниз заглубить хотя бы на 12-15 см. Тогда ваше растение будет более долговечное. Теперь с горшочками, как мы поступаем. Ваше растение вытаскиваем из горшка, пластик убираем, осталось ваше растение. Значит, можно либо в горшке, либо минут на 15-20 выставляете его в питательный раствор, можно с корневином, можно с каплями НВ, можно в коктейль. Выставили, чтобы ваше растение напиталось влагой. По той причине, что торф сухой, и если торф пересох, напоить его очень сложно. Поэтому закончились пузырьки воздуха, которые выходят из кома земляного, я где-то минут 20-30 держу в ведре. Напоилось растение, напиталось, дальше вытаскиваю и стараюсь не каждый корешочек раскрыть, немножко вымою торф, вот прямо в ведре поболтала и нижнюю часть расправила. И уже вот вверх у меня пусть он ком уже как бы сформировался, но нижнюю часть сантиметров наверное 10 корней я расправила и поставила на холмик. И начинаю присыпать землей. Что еще важно? При присыпании подсыпали сантиметров 5 грунта, уплотнили, можно даже полить немножко. Опять подсыпали, опять уплотнили. Зачем мы уплотняем и зачем мы вообще после того как растения, вот я люблю любые растения высаживать, потом держу за сам ствол или за то, что высадила и хорошенько уплотняю. Если у вас не будет любой корневой системы, яблони или это, другие ли культуры, яблони я вообще топчу ногами, розы также притаптываю почву, для того, чтобы не сами яблони топчу, а почву, для того, чтобы у вас исключить все пузырьки воздуха, которые будут, то есть все воздушные пустоты, которые будут касаться корням. Как только у вас есть воздух возле корней, там начинают образовываться всякие плесени, гнили и все остальное, то есть нет развития мелких корешочков, нет сцепления землей. И дальше хорошо обильно полили. Теперь представьте себе по поводу подкормки и полива. Что происходит? Если мы и сразу к опоре привязали, если мы мыло растение, точно так же, как я люблю хорошо поливать розы, я также поливаю клематисы. Вы взяли шланг или ведро, полили, почва смочилась сантиметров на 10, а теперь вспомните, какие ямы мы для корней копали. Ямы мы копали метровые, и у вас смочился только верхний слой. Растение будет недополито. Я наблюдала такую историю в один год, было достаточно жарко, клематис рос у меня уже четвертый год, вот он набрал цвет. Набрал цвет, ну мы поливаем, проходит неделя, ни одного цветочка не распустилась, проходит вторая, проходит третья. До тех пор, пока случайно, у нас уже многие вещи происходят случайно, шланг упал, то есть поливали, цветник поливали, шланг упал, набралась яма, полная воды, и вокруг малина там еще смочилась водой, на следующий день все зацвело. Три недели растение не могло зацвести, только потому, что ему хотелось пить. И он не расцветал цветочки, потому что оно, то есть у каких-то клематисов кожистые такие листочки, а у каких-то более мягкие. И если он распустит цветы, он израсходует огромное количество воды, и самому растению будет не хватать. Поэтому ваша задача поливать его, вот молодые посадки, вы можете ведро воды хватит полить, допустим, раз в 10 дней, раз в недельку. Те посадки, которые уже растут 2-3-4 года, 5-6, 8-10 ведер, в зависимости от того, какая у вас почва. То есть не ведром воды. То есть лучше раз в 10 дней промочить почву на глубину 60 см, а это вы знаете ведром воды. Вот вы попробуйте взять какую-то допустим почву вашу, налить ведро, прокопать и посмотреть сколько у вас пролилось. А еще же вода пошла в другие условия, поэтому очень важен полить. Следующее. Когда вы заправили почву золой при посадке, то есть это дает щелочную среду, тогда растение ваше будет лучше расти. В первый год особо в подкормках не нуждается. Я единственное брызгаю коктейлем, чтобы они хорошо себя вели, и не всегда проливаю настоем, либо сиянием. То есть я люблю баловать свои растения. Ну и вот сейчас еще появился конский навоз. Они тоже очень отзывчиво откликаются на него, но только до середины июля. А после середины июля конским навозом уже не балуют свои растения. Пусть готовятся к зиме. На второй год или на второй третий год ваша задача по весне сделать так. То есть взять мел, полстакана мела, стакан мела, то есть там много не бывает. И сделали воду как молочко. такое развели. И вот этим мелом пол ведра минимум вылили на одно растение. То есть таким образом вы обеспечили щелочную среду вашему растению. То есть мел, либо можно добавить еще немного золы, но каждую весну можно проливать мелом вашу посадочную яму. мела. на пол ведра стакан пол стакана пол литра можно мела. Плохо от этого ему не будет. И так каждую весну вы поливаете его мелом. У климатисы бывает такая проблема как повидание. Значит с вирусами по крайней мере можно попробовать фармайот, он подавляет вирусы. Если не помогло растение выкапывается и сжигается. Нам сегодня говорили о том, что горчица помогает, поэтому прежде чем посадить климатисы можете горчицу подсевать, можно сидират как горчицу засаживать, оно подавляет развитие, потому что все на почве. Но я одно хочу сказать, если вы восстанавливаете свою почву при помощи посева сидирата, хорошие компосты даете, хорошее питание, у меня все всегда климатисы замульчированы, что еще не любит климатис? Климатис не любит прямых солнечных, он любит расти на солнце, но не любит прямых солнечных лучей, когда они ему жарят ноги, когда почва вокруг начала роста растений прогревается. Под климатисом я всегда высаживаю любые растения с неглубокой корневой системой. То есть это могут быть либо лобелии, либо такие низенькие почвопокровники, которые вниз далеко не уходят и не поближены, то есть не конкурируют по питанию, но в то же время прикрывают ему ножки. То есть у вас должны расти растения, которые будут либо в тени за кустом розы, это может расти. Теперь очень хочется посадить рядышком розу и соответствующий ей климатис. Например, желтую розу и фиолетовый климатис или оранжевую розу. Классический такой пример. Роза растет менее медленнее, корневая система развивается, климатис развивается мощнее и быстрее. На поверхности роза кажется большой куст, но корни наоборот у климатиса развиваются быстрее. Чтобы климатис не мешал расти розе, мы делаем просто. Мы выкапываем просто большую лунку рядышком и делаем перегородку из пластика. И корни розы отделяем пластиком. Любые пластиковые панели или кусок поликарбоната разрезала, поперек поставила и таким образом мои корни климатиса не идут к розе. Вот и все. Делаем опрыскивание вредителей как таковых у климатисов нет больше. Никто его сверху не ест. Растение неприхотливо. Иногда бывает мучнистая роса, но так как у вас все замульчировано травой газонной и практически мучнистая роса не достает. Если у вас есть мучнистая роса, тогда придется пользоваться фитоловином, либо коктейлем используйте сияние, там идет профилактика и тоже проблем особо нет. Место должно быть немного проветриваемое, то есть не должно быть начиная подкармливать золой, когда набрались бутоны, то есть вот уже более активно и начинают они цвести в июне, то есть еще заправки с прошлого года достаточно, но когда начинается конец июня, июль, активное цветение и август, то раз в 10 дней я поливаю зольными растворами. И к осени я также не прекращаю полив зольными растворами, не прекращаю до конца сезона. Обязательно использую осенью, где-то в сентябре, в конец августа, начало сентября, для того, чтобы растение ушло, подготовилось к зиме, использую гранул 20 NV101. Просто бросила гранулы под каждый куст и хорошо то есть вызревает древесина, то есть вот эти все побеги вызревают у нее. Штук 20 гранул под каждый кустик. NV101. любит он это, на следующий год цветение бывает более обильным. Особенности, значит, когда вы посадили первый год после посадки, укорачиваем длинные побеги на одну треть, но я не даю 20-30-40 сантиметров, не больше растет растение. Короткие побеги прищипываем. Значит, в первый год отличаются растения. Если растение у вас в горшочке, то вы даете ему свистить. Если маленький горшочек, ну, частично дайте ему подсвистить. Нам же хочется, вот когда мы родились, нас же никто не заставляет в первый год сразу бегать. Нам дают целый год для того, чтобы мы подросли, у нас окрепли все косточки, даже вот большинство все мамы. Мы знаем, что ребенок уже пытается садиться, но мы бережем его спину и не даем ему садиться. А когда у нас, чтобы спинка у него была более здоровая, не нагружал, а когда у нас растет растение, нам хочется, чтобы вот эта былочка зацвела на следующий день после посадки и цвела так обильно, еще не успев встать на собственные корни. Поэтому не жадничайте, у многих растений даже цвет будет немножко другой, то есть он будет не такой яркий, но у него сил просто не хватило, величина цветка может быть другая, то есть не судите его строго, по той причине, что он еще не набрал сил. Значит в первый год с голыми корнями я бы посмотрела, что цвет примерно соответствует сорту и успокоилась и больше не дала ему цвести. Пусть наращивает корневую систему. То, что высаживается в горшочках П9, которые вот такие полулитровые маленькие горшочки, расправила корешочки небольшие и дала распуститься ну нескольким цветам. Ну порадовать так себя изредка. Те, которые в двухлитровых горшках, допустим, цветут сколько хотят. То есть это уже мощные сильные трех-четырехъем растения, они уже набрались, им нужно прижиться, но для них это не так, цветение для них не так проблематично, они будут себя чувствовать достаточно хорошо. И очень люблю опрыскивать клематицы биококтейлем на 1 литр развожу. 1 мл сияния шприцом, 2 капли NV101, 2 гранулы здорового сада и 2 гранулы коберина. То есть это любимый коктейль. Помидорки пошла, побрызгала и здесь до клематисов до рост дошла. И всем досталось. Ну то есть наш коктейль он везде расписан здоровый сад и коберин, 2 капли NV101 и миллилитр сияния 1. Это из готового раствора, который из пакетиков маленьких. Значит очень важна еще такая ситуация. Замечали ли вы такое, что клематисы цветут неравномерно. То есть вот либо низ, либо вверх, либо что-то отцветает. Я очень, а я люблю, когда мои клематисы цветут снизу до верху. Есть такой очень интересный прием. Одним побегом вы даете расти максимально сколько они хотят, другие побеги, вот через один, через два, половину, одну треть, вы прищипываете примерно на половину, полметра. Прищипнули, из пазух выходят новые побеги, и пока новые побеги вышли, то есть у вас продолжается цветение, у вас продолжается куст, во-первых, увеличивается в два-три раза, во-вторых, цветение у вас суперобильное, суперобильное, и все растения развиваются отлично, нормально, и цветение более мощное. Значит, существует у нас несколько групп обрезки, вот третья группа обрезки, это самая неприхотливая для Сибири, то есть это те растения, которые можно смело брать и ничего не бояться, их можно обрезать на уровне 10 сантиметров, 15-20 по уровню почвы, ну и сколько хотите, столько обрезайте, оставить одну-две почки, и великолепно. Группа достаточно многочисленная, 30 лет. можно оставлять им и 50-60 сантиметров, но часто вот эти 60 сантиметров обламываются, я приспособилась, я практически не снимаю клематисы с опор, и сколько, то есть под снег они уходят, снега достаточно много, и клематисы ведут все отлично, иногда и 50-60 сантиметров остается. Значит, смотрите, если у вас остаются старые побеги сантиметров 10-15-20-30, то у вас клематисы начинают зацветать в июне месяце с тех почек, которые сохранились, и только потом нарастают почки, которые снизу пошли. Дальше. ранней весной вы их укорачиваете на почечку, и весной и летом подвязываете новые побеги. Климатисы второй группы обрезки. Желательно, в литературе везде написано, что им нужно сохранять метр. Сложно. Если вы оставите им сантиметров 30 или 40, этого будет предостаточно, чтобы они активно цвели. То есть это уже из опыта, потому что у них очень хрупкие эти побеги, когда вы их сворачиваете, они ломаются. Поэтому я оставляю не больше 40 сантиметров и не мучаюсь. Точно так же оставляю на опорах. Весной значит и у вас они на третий год, то есть нужно метр, метр пятьдесят. В нашем климате это не получается. Первая группа обрезки самая простая. Это у нас княжики. Вы их привязали и никак не обрезаете. Вообще никак. То есть можно сначала прищипнуть для того, чтобы они пустились и обрезаем только поломанные, подмерзшие, смотрящие, то есть загущающаяся серединка. То есть их можно княжики пускать как по опорам, так и как почвопокровные растения. Представьте себе, в начале мая, в июне ваши растения будут ну просто по вашей горочке ковер такой сползать. Роскошных колокольчиков. И укрытие климатисов. Можно городить разные огороды. Большинство садоводов вот лет десять назад, я помню, садоводы насыпали ведро грунта, компоста, рубероиды, пленки, еще что-то. В конце концов все жаловались, что климатисы у них погибают. Они просто выпривали. Значит, по первому году я стала делать как? Компост просеиваю, остаются веточки, ведро этих веточек высыпало для того, чтобы создать холмик, с которого весной быстро стечет снег, сойдет, растает, и земля, значит, прогреется. И дальше можно прикрыть лапником, можно прикрыть кохи, можно прикрыть бархатцами для снегозадержания. Все. Еще важное условие по весне не копать. Там, где растет климатис. Климатис просыпается поздно, к середине мая, в зависимости от того, как прогрелась почва, что делают наши садоводы. Нету, пустое место стоит. Начали копать, сломали. И так постоянно. Поэтому дождитесь, чтобы они проросли. Самое главное, чтобы там был снег. Климатисы можно пересаживать в августе месяце, можно делить, и можно пересаживать весной. Укрывать можно также воздушно-сухим укрытием, как розы, с дугами. То есть климатисы очень неприхотливые. Ну, вот смотрите разница, полив водой, полив сиянием. Поэтому я не жалею. У меня есть специальная ведерка, в которой я развожу, и мне не хочется носить ведрами, лейками и всем остальным, поэтому я использую обычный насос малышок. Опустила и сразу из бочки все побрызгала, все полила. и можно как размножаются клематисы. Размножаются и просто, и сложно. Видовые клематисы можно размножить семенами, они сеются, иногда семена сходят 2-3 года, поэтому не всегда быстро всходят, поэтому заметить то место. И размножаются черенкованием. Черенкуют клематисы в момент набора бутонов цветения. Есть клематисы, которые легко черенкуются, 60% укоренения, а есть клематисы, которые 5-10% укоренения. Еще клематисы размножаются пробирочным способом, но у нас нет условий пробирки, поэтому проще стоимость растений с голыми корнями примерно от 200 рублей, в небольших горшочках 300-350 рублей, ну и большие в районе 600 рублей 700. И по клематисам не с 100 рублей. Продолжение следует...